Привет, ребята! Вы давно хотели поиграть в крутую мультиплеерную игру, и к тому же, чтобы она была бесплатной. Тогда я хочу порекомендовать вам офигенную игру Носгод. Куча классов, разные расы, сочная графика и, конечно же, жесточенные бои между тысячами игроков. Звучит круто! Ссылка на игру в описании, регистрация легкая и ненапряжная, так что вперед действовать! Всем привет! С вами Кристалл, продолжаем играть в разные кликеры. И сегодня будем играть в кликер под названием Holiday City. Это кликер в стиле адвенчур капиталиста, то есть здесь мы покупаем какие-то себе здания, магазины. После этого они начинают с времени нам приносить деньги, и за счет этого мы будем каждый раз покупать все круче и интереснее вещи. И первое, что нам надо будет купить, это купить бутик. Покупаем его, и у нас начинают появляться первые денежки, на которые можно покупать бутики, бутики, бутики. Потом купим себе кафе, ресторан, nightclub, hotel и так далее. В общем, довольно много всего мы будем покупать за определенный такой промежуток времени, пока мы будем с вами, так сказать. Ну ладно, буду покупать пока бутики, и потом уже буду покупать вещи серьезнее, конечно же. Не знаю, сколько купить. 161 идет за раз. Ух, а за кафешку-то вообще дофига дают. Ну, в принципе, буду сразу, как только появится возможность покупать следующий, буду покупать следующий. Вот уже ресторан можно будет купить. Давайте его купим. Тут довольно просто, гораздо проще, в Adventure Capitalist, конечно же, все долго. Но фишка в том, почему сейчас так все быстро, потому что сейчас идет у нас x3 profit на 2 дня. То есть сейчас нам в 3 раза больше всего дают, поэтому так все быстро. По сути, наверное, будет как в Adventure Capitalist, тоже не самый-не самый быстрый прогресс, так сказать. Ну да ладно, здесь у нас есть еще возможность купить потом nightclub, и дайте отели, это все мы купим. Но здесь есть, конечно же, еще апгрейды различные. Стоит, конечно же, это охренеть как дорого, но когда-нибудь мы к этому придем. City Facilities есть, еще achievement, popularity, но здесь это, по сути, сбрасывание прогресса или что-то в этом роде, да. Допустим, если у нас сейчас 2 on 1, я дожму окей, соглашусь, что это мой там город, то мне скинет прогресс. И будет всего лишь множитель x1, а если мы пойдем там дальше, то будет множитель у нас еще круче получаться. Но пока будем просто зарабатывать денежку, когда у нас уже пойдут гигантские суммы, то, конечно же, купим, наверное, город следующий. Или апгрейды хотя бы, не знаю, к чему мы придем. Ну, также здесь есть, можно по идее прокачать, но это, опять же, стоит охренительно много. Это офис, здесь пишет множители, по-моему, все такое. Я еще не всю механику, конечно, не во всю механику вдавался, но более-менее что-то понимаю. Так, сколько у нас? 302 тысячи приносит, охренеть, как многое. И 203 тысячи на апгрейд стоит, получается. А, нет, у-у-у-у-у-у-у-у, как он много нам принесет. Вот, Knight Club пока что приносит самые безумные деньги, можно сказать. На эти деньги я могу, например, купить дофигища бутиков. Давайте купим 100 бутиков первых, почему бы и нет? Только я не вижу количества. А, уже за соточку. Так, я какую-то награду получу. Ачивка выполнена, ей! Уже 100 кафешек купить еще, почему бы и нет? А, кстати, за счет ачивки, походу, у меня еще и множитель повысился. Теперь я получаю 1,2 миллиона. Охренеть. Сейчас я получу и куплю еще 100 себе кафешек тогда. Хоп. Еще одна. Теперь у нас 1,35. Замечательно. Теперь покупаем себе рестораны. Почему бы и нет? Если это так выгодно, покупать по 100 штук, почему бы и не купить? Еще если это будет ускорять в будущем весь этот процесс у нас, то это будет вообще безумно. Кстати, можно по 10 штук покупать. Что-то я это... Что-то я не делаю этого, а надо бы. Так. Ну что, подождем, пока у нас Найт Клаб заработает и будет все круто. Давай, давай, давай. Мой миллион. Миллион тоже, кстати, приносит миллион. Поэтому весьма не слабо. Хотя стоит он, конечно, охренительно дорого. Но приносит он уже больше, чем Найт Клаб. По идее, Найт Клаб надо уже прокачивать. Поэтому давайте Найт Клаб прокачаем. Нужно больше денег. Хотя можно купить 10 отелей. Ну, почему бы и нет. Давайте купим 10 отелей. Хоп. И купил я в итоге один только, видимо. Просто это просто фантастически много. Поэтому. А, стоп. Почему я думал, что... Ой, ё-моё, я что-то затупил жестко. Почему я подумал, что верхняя строчка это... Почему я думал, что верхняя строчка ждет сколько... Стоп. Нет, нет. Если нет, все правильно подумал. Блин, что-то меня переклинило вообще сейчас. Я бы что-то думал, что нижняя строчка это... Столько, сколько нам дают, а это сколько стоит следующий апгрейд. Но нет, она ждет, получается, по миллиону давить нам. Сейчас посмотрю. Правильно ли я думаю. Так. Хоп. Да, все правильно. Верхняя строчка это те деньги. Все правильно. Что-то меня переклинило жестко. Так. Давайте купим еще отелей. Пока он еще не закончился, надо его качать. Потому что он будет приносить, скорее всего, самые-самые громадные деньги. А именно 18 миллионов сейчас он приносит. Надо его стараться прокачать как можно больше. Так как он очень долго делается. Но это того стоит, конечно же. Сверху еще есть определенные ресурсы. Пока еще не знаю, что с ними делать. В будущем это нам пригодится. Также есть какой-то... Take break. Так. Ага. Это какой-то перерыв, если я активирую. Так. Автор. А, после трех часов перерыва, так сказать. Если я выйду из игры на три часа, то будет бонус. Еще x3. Ну да, это было прикольно, но... Пожалуй, не буду. Не буду. Пока что так делать. Так. Чтобы прокачать еще. Даже и не знаю. Давайте докачаем уже вот этот ресторан и нашу соточку возьмем. Получим ачивку. И это еще даст неплохо нам бонус. Ну и на это клабы надо докачать. Мы пока получаем, конечно, не дохренища. Прямо столько, сколько бы хотелось. А, вот понял, зачем они нужны. Такие... Я сначала думал, что это cost slash 50. 50 бутиков надо. Это надо вот эти вот штучки. Тогда мы можем прокачивать. Ага, все понятно, понятно. Это сделает нам бустер. Вот. Вот, вот, вот. Понятно. Все. Но апгрейды стоят просто нереальных денег. Пока до таких мы еще не дошли. Пока нам такое еще не светит. Просто безумные деньги. Так. Ну это сюда нам не надо. Покупаем-то себе завод. Завод, блин, три минуты будет делать деньги. Ох, просто жесть как много. Так. Оп, успел. Получил максимально, максимально много. Так. Ну, буду покупать пока Найт Клабы. Они хотя бы не делаются раз в сто лет. А получить можно деньги с них неплохие. Достаточно неплохие. Так. Ну что. Остается только ждать. У нас три минуты. Я должен получить одну эту шестеренку. Это очень долго, конечно. Ну это в стиле Адвенчер Капиталиста. Да, все понятно. Так бы еще жестче было бы, если бы не было X3 бонус. Хотя можно сделать X3 бонус. И при этом еще за перерыв, там, три часа, можно еще X3 сделать. И просто будет нереально много всего приносить. Но. Да. Пока нам и так нормально. Пока мы так будем ждать, ждать и ждать. Так. Ну что, принесло. Нет, еще долго. Так. Ну я это пока попрокачиваю. Блин. Тут действительно больше идол. Действительно. То есть здесь нужно прокачивать, а потом отойти. И будет самое-самое. Так. Давай. Я ее прокачаю. Сейчас она закончится и принесет довольно много мне. Хоп. И Найт Клабы. Всего три раза хватило. Соточку Найт Клабов сделать это просто трындец как трудно. Ну зато я могу, например, бутики покачать. Они вообще дешевые. А процент они повышают не слабо. Именно весь доход остальных растут за счет бутиков. И весьма-весьма не слабо. Так. Еще 200 штук сейчас бы сделал. Если бы. Эх. Почти сделал столько, сколько хотел. Так. Почему не покупается? Странно. Как будто вообще куда-то в неведомое место нажимал. Ну ладно. Так. Кафе. Вот сейчас приносит гораздо больше. Все-таки надо самые первые прокачивать. Потому что они дешевенькие. Вообще партички еще не стоят. Первые эти апгрейды их не. Потом уже, да. Действительно бьет по карману. Но пока что можно качать. Сколько нам? 71% бонус. 98% бонус. Нормально. Нормально. Неплохо выросли за счет покупки простых вот таких вещей. Так. Скорее бы вот этот закончился. Тогда будет самое. Самый смак. Можно купить будет еще 4 бутика, наверное. Хотя нет. Бутики я так куплю. Хотя уже сейчас куплю, наверное, при помощи самой дорогой у нас вещи. Так. Плюс 100% за счет бутиков и кафешки покупаю. Ну, кафешек не так много не купишь. Бутики все-таки самые дешевые. Да. Получу сейчас всего одну штучку. Беда, беда. Так. Здесь еще, кстати, Atomic Lab есть. Но его откроешь только на втором уровне города или за 50 лабораторий. До лаборатории нам еще идти, идти, идти. Офигительно много. Но вот здесь, кстати, пишется уровень города. Сколько денег в секунду. Сколько жителей или покупателей, в общем-то. В общем, забавно довольно. Так. Еще денежек появилось. Можно купить ресторанов. Почему бы и нет. Можем себе позволить. 8 секунд. Сейчас вас будет... Вуу! Просто... Наконец-то это случилось. Оно готово. Вуу! Пи-щ! Ура! Можно купить еще завод и снова ждать очень долго. Я бы купил, но что-то не уследил. Можно было вовремя купить. И у меня бы нормально прибавилось запчастей, так сказать. Ладно, в общем, вот такой вот кликер. Надеюсь, вам понравился. Ссылочка на него в описании. На этом все. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, всем спасибо за просмотр, всем удачи.